Здравствуйте, друзья! Сегодня мы вам расскажем про цифровой прицел ночного видения Yukon Sightline. Как вы знаете, фирма Yukon и фирма Pulsar это по сути один и тот же производитель, просто свои приборы они делают по двумя различными брендами. Этот прицел очень популярен у российских охотников, и это неудивительно, потому что он относительно недорого стоит, он очень прост в использовании, неприхотлив, он не напичкан какими-то излишними функциями, за счет чего как раз была снижена его цена. Он может использоваться на всех основных охотничьих калибрах до 6000 джоулей, это сюда включает и 12-й калибр, и 375-й, например. И практически в любых погодных условиях, по крайней мере в наших широтах, его можно использовать без проблем. Внутри красивой упаковочной зеленой коробки находится традиционный черный чехол с прицелом и всеми аксессуарами, которые идут в комплекте. Давайте посмотрим, что там есть. Сумка по традиции с ремнем для переноски. Инструкция. Гарантийный талон. Что по аксессуарам? Вот в таком хорошем защитном чехольчике поставляется аккумуляторная батарея. DNV Double. Такая же использовалась на тепловизионных монокулярах Quantum у Pulsara, которые в данный момент уже сняты с производства. Салфетка для чистки оптики, переходник на евророзетку, если вдруг вы соберетесь поохотиться в Европе, и зарядное устройство от нашей российской сети 220 вольт. Сюда, соответственно, вставляется как раз ваш аккумуляторный блок. Ну и сам прицел. С инфракрасной подсветкой. Это место для аккумуляторной батареи. Здесь разъем HDMI. Посадочное место для кронштейна. Откидывающаяся крышка с дырочкой, чтобы можно было использовать прицел днем. Итак, давайте включим прибор. Посмотрим немножко на его внешний вид и на его основные функции. Для начала вставим аккумулятор. Здесь сделан такой рычажок, который поможет вам не ошибиться с тем, как именно позиционировать аккумулятор в батарейном отсеке. Фиксируем и включаем. Включается довольно быстро. С момента нажатия кнопки до появления прицельной марки проходит примерно 7 секунд. Вот он уже работает. Фокусировка прицела производится фокусировочным кольцом, расположенным на объективе. Кнопка включения-выключения. Здесь расположена кнопка включения инфракрасной подсветки. Одним коротким нажатием вы ее активируете. Она имеет три положения яркости. Короткими нажатиями вы их по кольцу переключаете. Чтобы выключить ее, нужно долго подержать. Тогда подсветка отключается. По сути, все остальное управление прицела производится одним-единственным контроллером, так называемым энкодером. Это кольцо регулировки, и оно же является кнопкой. Кнопки запрограммированы на короткое нажатие и на длинное нажатие, что, соответственно, в себе несет различные функции. Так что, как я уже сказал, прицел очень прост в использовании, очень легкий он по весу, мне очень нравится. И поэтому, повторюсь еще раз, прицел очень популярен у российских охотников. Теперь немного более подробно о технических характеристиках прицела. Объектив здесь используется с фокусным расстоянием 50 мм. Внутри стоит сенсор HD-разрешения. Все это дает в итоге дистанцию наблюдения ночью примерно 300-400 метров по крупным объектам. Снабжен также этот прицел, как я уже сказал, разъемом HDMI. Своего встроенного видеорекордера здесь нет, но есть выход на внешнее видеоустройство. То есть, чтобы снять сигнал с вашего прицела, вам понадобится какое-то устройство видеозахвата. С таким устройством, в принципе, можно будет даже на смартфон записи произвести, что мы и сделали. Чуть позже покажем вам видео, что из этого получилось. Короткого функционали этого прицела. Здесь есть довольно много полезных функций, которые помогают стрелку. В нем зашито три профиля пристрелки. Внутри каждого профиля можно запомнить до 10 различных дистанций. Также здесь загружено 6 прицельных меток. Все они масштабируемые, то есть при активации цифрового увеличения ваша метка тоже будет менять свой масштаб. Есть несколько полезных функций для пристрелки прицела. Конкретно это пристрелка с функцией фриз, про которую мы уже не раз рассказывали на нашем канале. И пристрелка на зуме, зум-зероинг так называемый. Благодаря которому вы можете осуществить очень тонкую настройку пристрелки своего прицела. Лазерного дальномера в этом прицеле нет, но зато есть стадиометрический дальномер, полностью аналогичный такой же функции, например, в тепловизионных монокулярах Пульсар. Когда у вас есть три шкалы для крупных, средних и мелких объектов, есть нижняя и верхняя границы вашего объекта, которые вам нужно зрительно совместить с нижним и верхним краем вашей цели. И тогда программным методом прибор рассчитает для вас ориентировочное расстояние до цели. Вернемся ненадолго к теме питания. Как я уже сказал, питание прибор получает от аккумуляторного блока Dainway Double. Работает он с ним примерно 4 часа. И при желании можно докупить себе аксессуар, который заменяет этот аккумуляторный блок. И по сути является таким боксом для четырех батареек пальчиковых АА. Соответственно, с таким блоком вы можете использовать этот прицел даже на обычных батарейках, либо на пальчиковых аккумуляторах. Это тоже возможно. Что касается инфракрасной подсветки, она у этого прицела невидимая. 940 нанометров. Она действительно невидимая. Мы в этом лично убедились. Ездили в охотхозяйство, смотрели на животных, тестировали. Отлично видно в прицелах, кстати, даже без подсветки более чем на 100 метров. Ну и с подсветкой тоже мы его пробовали использовать. Звери ее не замечают. Это мы можем с уверенностью сказать. Конечно же, мы не ограничились только наблюдением с этого прицела. Постреляли тоже. С калибра 338 ЛФА Магнум. Прицел был пристрелен без каких-либо проблем. Стрельба производилась по мишени типа Гонг, расположенной на дистанции более 200 метров. И по мишени типа Кабан, на еще более дальней дистанции. Предлагаю вам посмотреть небольшой репортаж с этих стрельб. Здравствуйте, дорогие друзья. Попался нам в руки вот такой замечательный прицел Yukon Sightline N455. Хотим стрельнуть, ну, насколько нам позволит сейчас освещение и поляна. У нас первый Гонг на 236 метров. И пластиковое изображение Кабана у нас на 434. Мы сейчас быстренько, без затей, пристрелялись на 100 метров. Стрелять будем из винтовки 338 ЛФА Магнум. Ну, что, в принципе, довольно-таки серьезно для внешней пластмассового прицела. Давайте попробуем, что у нас получится. Цель. Ох, и так было слышно, что цель. Итак, второй контрольный. Да, без проблем. На 236 метров мы попали без малейших проблем, без изменения точки попадания. Все держит, все работает, все замечательно. Тогда сейчас предлагаю стрелять нам по пластиковому изображению Кабана на 434 метра. Поправочку мы знаем. Ну, что, вперед. Ну, вот что произошло с нашим Кабаном. То есть, вот, первый выстрел. Ну, условно, голова-шея. И потом пытались так уже нащупать сердце. В принципе, по силуэту тяжело стрелять, но кучка вся практически убойная. Прицел отдачу держит хорошо, СТП не убегает. Я считаю, что результат, ну, достойный. Ну, что ж, друзья, как вы могли убедиться, прицел прекрасно себя показал при практическом использовании. Надеюсь, наш небольшой рассказ помог показать, почему этот прицел столь популярен на охотников. Простой прицел, не обремененный дорогими дополнительными функциями, с невидимой инфракрасной подсветкой, с удобным простым меню, с возможностью видеозаписи на внешнее устройство и с возможностью установки практически на любое основное охотничье орудие. Спасибо, что посмотрели этот обзор. Подписывайтесь на наш канал, будет еще много интересного. Всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok